Привет, друзья! Погодка сегодня хорошая, попробуем с вами покопать. Будем искать, так сказать, призрачный домик. Почему призрачный? Потому что есть у нас за деревней луг, и говорят старожилы, там был домик. Я смотрел на картах, но ничего там нет. Поищем домик, возле него шел тракт, говорят старый. Я возил туда деда, который помнит еще дорогу, но он так на глаз показал, говорит, не помню уже, где-то вот здесь. Он говорит, сразу там был луг, потом при союзе сделали поле, а теперь опять там корову пасут. Вот мы там походим, поищем. Я не видел там, чтобы кто-то копал, потому что нету ничего. Может находочки будут, так что не приключайтесь, я думаю, будет интересно. Итак, прошел я чуток больше трех километров. И вот за этой речкой наш лужок, а на нем где-то проходил трак, и нас призрачный домик, надеюсь. Осталось преодолеть вот этот мостик. Надеюсь, он хороший, потому что есть у меня одно видео, ссылочку брошу. Там мостик был какой-то стремный. Как река разлилась. Прямо Миссисипи. Так, посмотрим мы на мостик. Да нет, мостик в принципе добротный. Наверное, люди здесь ходят часто. Видно, были перила, но кто-то спер. Наверное, была очень хорошая доска. Ровная, потому и сперли. Отбили вот так коленкой. Бах! И все. Во. Окушки видно. Еще тоненький лед есть, но это с утра был заморозок. Да, если бы мы были не на лугу, а на поле, домик бы нашли быстрее, по пятну. Многие спрашивают, по какому пятну. Да, от домика. В нашем крае домики строили не из дерева, а из камыша. Вот такого вот. И глины. Внутри было чуток дерева. Когда, естественно, эти дома разваливались, у нас чернозем, то остаются светлые пятна. Чем старше домик, тем менее заметно пятно. И по пахоте его очень хорошо видно. Ну, а с другой стороны, если видно, значит, по нему ходили. Ну, посмотрим. Найдем, не найдем, как повезет. Все, мостик мы перешли. И будем искать. Настроение походить такое полдня. Погодка хорошая. Не копал давно. Вот наш домик. Ой, вот наш мостик. Так что, пойдемте искать сундук. Не переключайтесь. Все, я на этой стороне. Пройдемся по берегу реки. И потом туда, где показывал дед. Почему сегодня пешком? Да потому что в Круговую очень далеко объезжать. А так тут три километра по полям, по оврагам. И я здесь. Уже местами травка зеленая. Значит, скоро весна. Вот в такой вот ямке чего-то долго искал. Выпала какая-то вот штука. Ну, я думаю, наверное, конина. потому что видел вот так грубо. Сейчас посмотрим. Вот такая вот штучка. С каким-то рисунком с этой стороны. Гладкая. А тут вот так вот. Может, накладочка с чего. О, ну, тут, походу, буртик от ламана может. Не знаю, короче, что это может быть. Но приятная находочка. Так что я на верном пути. Продолжим. Ветер поднялся. Деревни не было. Я надел, так сказать, свою нано-защиту от ветра. Должно быть тише. Посмотрим. Вот с такой ямки. Нашел достаточно быстро. Сейчас покажу. А пока вот нашел такую луковицу. Часто попадаются. Их дикие кабаны роют. Видел, не раз понадкусываны. Значит, и здесь могут быть кабаны. Наверное, это им вкусно. Но мы сюда пришли не за корешками, а за находочками. Бросим ямку. Вот у нас находочка. Сигнал был загадочный. Явно не монетный. Это у нас что? Пока не понимаю. Люблю растягивать удовольствие. А это у нас крышка с люльки. Крышка с люльки. Но никаких обломков не видно. Значит, это была дорога. За 40 минут ходьбы я, наверное, попал на старый тракт. Вот такая вот находочка. Когда-то находился у сбори даже с деревом в середине. Правда, в воде. Ну что ж, находка. Карман. Хорошо сегодня. Тепло. Птички поют. Травка уже зеленеет. Весна. Ляпота. Так, друзья. Признаков домика призрачного не нашел. Может, его здесь и не было. А где ты? Где ты глазами находил? Вот. Вот, вот, вот. А какая-то находочка у нас попалась. Ну, не монетка. Может быть, не... А! Понял. Это у нас конинка. Может быть, действительно я нашел старый тракт. Канина. украшение конской упряжи. Здесь вот вот эти два отверстия продевался ремешочек. Натиралось все до блеска. И был такой у нас тюнингованный блестящий конь. Хорошая находочка. Толстенькая такая конинка. Я их тоже собираю. Почему бы и нет? Ой. Потерял. Вот, видите? Видно, что когда-то лух пахался. Борозда. Или борозна. Как будет правильно. У кого как. И вот, прямо здесь был сигнальчик. Ну, такой. Где-то около штыка где-то я находил. Где-то через объектив плохо видно. Ага, вот. Ну, я думаю, что это монета. Потому что был сигнал мечта. Красивый, ровный, чистый, стабильный. Ну, бил как царизм. Может, царская? Кто угадает, чего это? Я не знаю. По размерам как две копейки Александра. Третьего ли Николая? Последнего? А, нет. это две копейки скорее всего двадцать четвертого года. Да, две копеечки двадцать четвертого года. Ранние СССР. Это те еще, которые медные. Но, как-то они покоцаны. Может, действительно, на дороге были и повозками их придавило, может, техникой потом. не знаю, но жизнь ее потрепала. Но приятно. Первая находочка здесь вселяет надежду. Так что, продолжим, друзья. Не переключайтесь. Кто-то осенью, наверное, сжег траву, но все не сгорело. Какой контраст. Здесь зеленая, уже травка видно, а здесь еще сухая. проходил я сорок минут. Одни пробки и те, и те изредка. Вот, наконец-то, с этой ямки хороший сигнальчик. Чтобы не сглазить, чтобы не сглазить. Вот у нас находочка. Глазами уже нашел, но еще не смотрел. Через камеру плохо видно, что это у нас. И что это за чепуха? Шмурдяк. Чепуха, ты что? А, нет. Ай, это замочек. Да, целый, закрытый. Ха-ха. Люблю такие штучки. У меня уже есть несколько таких. Ну, не таких, но смысл тот. Он даже был закрыт. Где-то есть сундук с золотом. Вот такая вот находочка. Чтобы не сглазить, думаю, что это был домик. Или окраина домика, потому что попадаются черепки, осколки посуды. И вот такой замочек явно был куда-то вставлен. Шпингалет остался. Так что покружим здесь более тщательно. Ха-ха. Забираем. Ух. Сердце колотится. Классное ощущение. Да, это однозначно был дом. Был хороший сигнал. Вот такой вот ямы. Больше фискаря. Не знаю, наверное, саданул. Вот, смотрите. Выпала какая штука. Ох, классное ощущение. Тот, кто копает, тот меня поймет. Вот. смотрите. Я думаю, друзья, что это пряжка. О, класс. Только бы целое. Только бы не зацепил. Потому что я могу. Ха-ха-ха. Класс, класс, класс. О, и, хоп, не сломано точно. А зацеп есть один, а второй не вижу. Да, и второй подогнуть, но есть. Классно. Последнюю находил, вот, это было отломано. Так и не нашел, а тут просто согнуто. Чуток протру с этой стороны. Сильно тереть не буду, чтобы не поцарапать. хорошая здесь земля. При колхозе много химии не было, потому что химия жрет находки. Орел у нас, да? Обычный, не топором, не буку. Так, сейчас чуток протру. Чуток травкой протер, так как воды с собой не брал, сумку не брал и сегодня пешком. Я уже говорил в начале видео. вот такая вот зачетная находочка. Офигенная пряжка будет в коллекции. Это будет, если не одна из лучших, то лучшая по состоянию. Красивая. Смотрите, какая изгиб. Ну, чуток погнутая, но это потому, что поле мало пахалось и современная техника его не обрабатывали еще при союзе. Так была порублена в хлам. Красивая находочка. На лопате есть и в конце хватит батареи. Обязательно покажу. Классные ощущения. продолжим. Поищем еще дорогу. Может куда-то она поворачивала. А по домику еще покружим. Да, друзья, это однозначно наш призрачный домик. Вот одна ямка, вот вторая. Все зарыто. И вот опять был класненный сигнал и я ее уже нашел. она. Вот она. Копается прекрасно. Земля таяла, рыхлая. В таком вот разлуке. Ты куда? Подожди, все. Мы тебя нашли. От нас не уйдешь. Да елки палки. Проваливается эта монетка. чего за монетка. Ну царизм однозначно. А может советик, хотя какой советик. Да, это две копейки. То ли Николая, то ли Александра. Сейчас почистим, посмотрим. Да, без воды особо не почистишь, но все же. Две копейки, то ли 1907, то ли 1901. сильно не тер, чтобы не поцарапать. Ну, сохранщик такой себе. Но все равно домик, ямок не вижу. Может будут еще интересные находочки в карман. Вот дошел до края пастбища нашего луга. Походу здесь еще один заброшенный домик. Ну, это уже наверное советы. не пойду туда. Спашка грубая. Пускай когда весной влагу вскроет, тогда и пойду покружу вокруг него. Вот был верховой сигнальчик с этой вот ямочки. Вот даже смотрите остался вот такой вот оттиск. Ну, скорее всего это сломанная конина. Вот видите что-то похожее я находил, но было целое. Это скорее всего конина, только ее разорвало плугом. Но пускай и так, все равно были люди. Будем искать. Заберем. да, это однозначно распаханный дом. Вот видите следы от пахоты. Почему дом? Потому что вот смотрите сколько я насобирал керамики. И здесь море. Но с выводом я поспешил. Ямок тоже много, но ямки где-то двухгодишней, трехгодишней давности заросли. Но находочки есть. Может люди копали под высокой траве, а мне повезло попасть вот так. Ну попадаются. Так, отобросим ямку. Вот у нас очередной интересный сигнальчик. Перед этим было шесть пробок и две большие железяки. А вот смотрите какая букашка проснулась. Мы ее потом сверху положим и присыпем пару сантиметрами земли, чтобы не задавить. Так, но не об этом. Вот сигнал был прекрасный. Какая-то штука в таком комочке. я так понимаю это не монета. обломок какой-то хуторщины. И чего? Что это такое? хуторщины. понял. Такую находку я находил когда только начинал копать. Подумал это звезда техасского рейнджера Воккера. Это конина, друзья. Большая конина. Была на лбу у лошади. сюда вот вот эти отверстия продевались ревни, ремешки. И была вот такая вот штука натертая, блестела как мухобойка сейчас на капоте у машины. Вот целая. В основном сломанные. Вот видите, если на этом поле было немного химии, все находки живые. В земле они лежат достаточно хорошо. А когда сейчас носят химию, она их жрет. Неумолимо. Красивая находочка. Почищу и будет в коллекцию. Забираем. Проходил я 40 минут, больше находок там не было. Пошел ходить, поищу еще трак, может где-то он поворачивал. Вот какой сорняк, им все нипочем. Зима прошла, он уже начинает зеленеть. Вот с этой ямки был верховой сигнал. Ну, я думаю, монетка. Вот, где ты, вот, вот, вот. Наверное, царская, потому что сигнал был 42. вам. Так, иди к нам, будем мы тебя смотреть. Не знаю, по размерам 3 копейки. Так, сейчас протрем и посмотрим. Да, это у нас трюндель 1891 походу. Ну, сохранщик такой, подгулявший, но все же. Спасибо деду, заеду, куплю ему печенье и поеду в гости. Мой, чего помогу. Деда память не подвела. Можно, видите, вот так, не только по картам, а и расспрашивать старожил. Они чего-нибудь слышали от своих отцов, дедов, это нам уже прадеды. Можно вот так вот попасть. Хорошая находочка. Берем. Смотрите, чего нашел глазами. Это голова жука-оленя. Ну, там и весь жук, но он не очень красивый. голова красивая. Этот жук занесен в красную книгу как вымирающий вид. Мы будем надеяться, что он прожил счастливую жизнь и умер природной смертью. Щупается он больно. Я когда-то пробовал. Живут они часто в дубовых рощах. Ищем. Хожу уже около часа, ищу тракт, пробки, проволока. Вот первый сигнальчик. Сигнал был не очень хороший, черный цветным, но как копать нечего, копнул. Вот была железячка, видите, оставила след. Думала она, потому что такие предметы часто бьют, как монета или цвет мед. Проверил, и вот у нас находочка. Звенела красиво. Оп, иди к нам. Это у нас что? Это у нас конина. Большая такая конина, как звездочка от часов. Да, однозначно здесь был тракт, только как-то он шел зигзагами. Надо сюда будет еще приехать с братом. Есть у меня брат Андрейка, как я говорю, раздолбай, играет в танки, пьет пиво, но спасибо ему ходит еще на работу. Но как всем раздолбаем, ему везет. За все время, что мы ходим, он нашел серебра в разы больше, чем я. Так что приедем сюда вдвоем походим, когда будет дорога. пешком он не захочет идти. Продолжим. Дошел до края лужка, ветер подымается. Будем надеяться, что моя защита сработает, хотя бы будет слышно хорошо голос. Был верховой сигнал, показывал 10 сантиметров, был прекрасный, 40-42, думал монетка, тоже интересная находка. Вот такая вот огроменная пуля. Врать не буду, не помню чего, но это американская пуля. Это войну их поставляли по ленд-лизу. У нас вроде бы боеве не было, но чего делает такая большая пуля здесь не знаю. По куропаткам стреляли, вот смотрите, на два с половиной пальца. А рука у меня ого-го. Так что эхо войны. Хорошая находочка. Карман. на сегодня все. Буду потихоньку собираться домой. Тем более на вечер придавали дождь, мне еще идти. Не хочется намочиться. Вот такие вот у нас находочки за сегодня. Вот мега находка дня. Очень порадовала. Будет чего делать, чистить. По монеткам у нас вот так вот. Три копеечки, две копеечки советов и две копеечки царизм. Вот такая вот звезда вокера техасского рейнджера. Канина. как в тот сказке о волбу звезда горит. Две конинки поменьше. Замочек от сундука. Сундук найдем попозже. Вот такая вот пуля. Если найду видео напишу. Какая то накладка или подставка. И крышка с люльки. Спасибо друзья, что смотрели. Так сказать, копали со мной. Всем кому понравилось видео ставьте лайки. Поддержите канал. Кому очень не понравилось пишите грозные комментарии. Не унывайте. Все у вас будет хорошо. Помните все что нас не убивает делает нас сильнее. Подписывайтесь до новых встреч. Пока пока. Редактор субтитров Корректор А.